Для начала, скажем так, у нас на сегодняшний день главным законом является, как я понимаю, не конституция, а бюджетный кодекс. Вот дали денег и говорят, как хотите, так в них и крутитесь. Все с ног на голову поставлено. Деньги дали городу, он распорядитель. Вот это первый документ, можно сказать, который пришел. Если раньше мы получали деньги напрямую, то теперь пришли в город. Поэтому всем надо понимать, что это уже не только наша проблема медработниковой больницы, а уже это общая наша проблема. Было в среду совещание облздравотдела Матидонского с экономическим блоком и так далее, на котором нам доведено о том, что денег от области вы не ждите. Если хотите какие-то дополнительные средства, ищите и в городе. Предложено было радикальное изменение, сокращение в больнице. При этом ситуацию нашу понимают, но сделать ничего не можем. Было сказано следующее. Не можете сами сократиться, мы вам приедем и поможем в этом. В пятницу в Днепропетровске был министр здравоохранения с заместителем министра. Был ряд народных депутатов и было собрание медицинской общественности, руководители учреждений, мэры городов присутствовали, начальники, в том числе медсанчастей пока еще. Было совещание в течение четырех часов. Выступал министр, выступали заместители и так далее. Оно называлось стратегия реформы. То есть радикально меняется подход к здравоохранению. Если у нас все финансирование было раньше закладывалось от количества коек в стационарах в основном и количества амбулаторных посещений, то сейчас в бюджете этого года выведена другая формула. Население, обслуживаемое население. На каждого человека выделены определенные деньги. Там есть таблица коэффициентов в зависимости от возрастного состава и так далее. Вот на наше население посчитали и дали нам 32 миллиона плюс 3900. Это на скорую помощь. Деньги, которые попали уже сразу в бюджет областной. К нам они не пришли. При этом мы месяц работаем. Я задавал вопросы македонскому. Я говорю, а как же так? Верните же деньги, не вернем. Ну вот так буквально и прозвучало. И поэтому, хотим мы этого или не хотим, но пришло то время, когда надо реально оказывать ту помощь. Задачей государства является обеспечение неотложной помощи, вакцинация, противотуберкулезные мероприятия и так далее. А все остальное это уже нам с вами в городе решать, какая нам нужна медицинская помощь здесь и какая больница. Вот примерно так это стоит. Из МОЗа пришел приказ, который регламентирует нам подготовить к передаче, к реорганизации, передаче майновых комплексов, изменения в статутах, штатных расписаниях и так далее. То есть так как работает медицина везде, кроме медсанчастей раньше. Ликвидируются все медсанчасти в Украине, ликвидируется лечебное учреждение железной дороги. Ну для примера могу сказать, вот знаменитая бывшая 56-я, сейчас 6-я медсанчасть в Днепропетровске задавал вопрос заместителю министра начальник, мы же режимное учреждение и так далее и тому подобное. Ответ был следующий. Если городу Днепропетровску нужна медсанчасть, пусть он ее финансирует. Если заводу нужна медсанчасть, пусть он ее финансирует. То, что дало государство, оно дало. Все. Вообще создалась коллизия юридическая. Мы называемся еще Державный заклад, а деньги уже в города. И вы понимаете прекрасно, что для передачи зданий нужны тоже деньги, потому что без них, ну для примера скажу, ни на одно здание у нас паспортов технических нет медсанчасти. То есть начинать оттуда и надо создавать эту техническую документацию и так далее. Безусловно, будет создаваться механизм передачи имущества. Это в процессе, это нам сейчас предстоит разрабатывать, делать все и заниматься этими вопросами. А насчет того, что Держава ведь шкодует 50%, ну это вопрос к Державе и к Державному бюджету. Там этого не заложено. Так что если уже кто и ведь шкодует, то вряд ли Держава, может город. Для примера могу вам сказать, что планируется сокращение около 100 коек больницы, объединение стационаров, ликвидация туберкулезного отделения диспансера. Отвечено было, что эти больные должны лечиться в областных лечебных учреждениях. Ну и это хоспис. Незадача сейчас медицины кормить и ухаживать за престарелыми людьми. Это задача города. А в больнице больные должны лечиться. На сегодняшний день реальная проблема. Ни туберкулезного отделения на 2,50 кормить в день, они уже начали разбегаться. Ни в хосписе не хватает этого питания, поэтому за счет ущемления других больных будем кормить эти категории. Но вообще-то это задача, конечно, города. Надо думать о том, где они будут находиться, кто их будет обслуживать, за чей счет и так далее. Когда вы говорите, просчитывался какой-то алгоритм на стоимость одного жителя города и его лечения, летом учитывался уровень заболеваемости в разных городах и в частности в нашем городе он является более высоким по некоторым показателям, чем по области и по деткам и по всему. То есть это не бралось в область? Нет, это не бралось в область. Только демографические показатели и все. Сказано о том, что люди все одинаковые и жители Днепропетровска и так далее. Все мы находимся в одной ситуации, поэтому государство может дать столько и все.